Здравствуйте, с вами Крымская Солидарность. Сегодня 7 ноября 2023 года. Мы находимся в Красноярске, где сегодня прошло судебное свидание о рассмотрении иска адвокатов на бездействие в СИН на перемещение так называемого фигуранта Абдулганиева и Эскендера из Владимирской тюрьмы в колонию строгого режима. Конечно же, против нашего иска были возражения у представителя. И представитель подчеркнула, что в приговоре не конкретно указано, сколько он должен отбывать в тюрьме. То есть в данном случае ответчики решили буквоедничать. И получается так, что если бы было в приговоре конкретно прописано, тогда бы они не возражали. Но есть нормы Уголовного кодекса, в частности статья 58, в которой четко и ясно прописано, когда, сколько должно находиться лицо, отбывать наказание, как должно зачитываться, как должно исчисляться, как должны эти сроки и так далее. Это же с нашей стороны было в суде. Снова мы проговорили. Однако суд не услышал наши доводы и наш иск не удовлетворил. Естественно, мы с этим не согласны. Будем подавать апелляционную жалобу. У нас 30 дней для подачи этой жалобы. Получим решение на руки. И с этого дня будет исчисляться срок на подачу данной жалобы. Таким образом, вот сегодня закончилось это заседание. Я хотела бы обратить внимание на наше общение с Эскендером, в результате чего нами были выявлены обстоятельства его содержания в ФКУ Т2 по Владимирской области. Там существенно нарушаются его права. Он, кроме того, что свидания для него, как отбывающего наказания в тюрьме, ограничены одним разом в течение года, то даже это свидание ему в этом году не дают. Он отказался называть причину ввиду того, что наш разговор прослушивался в том числе администрацией ФКУ Т2. Обещал рассказать об этом уже после того, как он будет переведен в колонию. Также говорил о том, что он ограничен уже более положенного срока в своих правах, в праве на прогулку, в праве на получение передач, на получение финансовой поддержки со стороны родственников, а также в праве на совершение телефонных звонков. Сказал, что условия содержания, они не соответствуют, но при этом он, с учетом того, что все наши переговоры могли прослушиваться и могли быть услышаны администрацией ФКУ Т2, он очень, скажем так, выборочно подходил к вопросам и к тем ответам, которые давал. То есть я делаю вывод, что однозначно на него оказывается очень существенное давление, что нарушаются его права, и даже передача информации о нарушении его прав, она отражается на условиях его содержания, и в том числе на его состоянии здоровья. Мы заметили, и это он подтвердил сам, что он очень сильно похудел за время нахождения в тюрьме, и это связано в том числе с отсутствием передачи. За два года он, сказал, получил всего лишь одну передачу от родителей, и в связи с ограниченной возможностью получения закупки продуктов из магазина, ну и, собственно, тем питанием, которое дают в тюрьме. А в любом случае решение, которое будет получено нами позже, мотивированное решение, оно будет изучено, и с учетом уже сложившейся практики, в том числе по делу Резеумерова, оно будет обжаловано в Верховный суд Республики Крым. Как вы считаете, с чем данный иск отказали? Ну, я думаю, чтобы не выплачивать компенсации, моральный ущерб. И вот то, что, ну, думаю, что вот в этом, что суд и государство, ну, работают вместе. Ну, это все незаконно, я считаю. Отношусь очень негативно. Вообще наши ребята, ну, невиновны то, что им вот такое пришивают дело. Вот такие были комментарии слушателей и адвокатов по сегодняшнему делу. А мы напомним, что следить за хронологией событий вы можете на сайте комментариев.дача.рог, а также в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова